Минэкономики перехватывает руль Минэкономики перехватывает руль ведомство отправил на пересдачу реформу экзаменов на права газета «Коммерсант» номер 12 от 24 января 2019 года, СТР. 6 Минэкономики подвергла критике предложенную ГИБДД реформу водительских экзаменов, в рамках которой планируется ввести единое тестирование вместо площадки и города. В ведомстве предупреждают о финансовых рисках для госбюджетов и образовательных организаций и призывают документ доработать. В МВД, по сведениям твердый знак, заключению Минэкономики неприятно удивились и планируют на него отреагировать. Минэкономики вынесли отрицательное заключение на проект постановления правительства, вводящий объединенный экзамен по вождению вместо города и площадки. Документ был подготовлен ГИБДД летом 2018 года, а с тех пор дорабатывается и проходит различные экспертизы, подробнее о реформе СМ, в частности, твердый знак от 11 января. В Минэкономике говорят о следующих рисках. Во-первых, перенос упражнений, которые сейчас выполняются на площадке, в городские условия повлечет значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена, хотя в МВД среди целей реформы называли сокращение временных затрат сотрудников. Минэкономики ссылается на данные за 2017 год, было проведено 4,6 миллиона экзаменов, из них 2,23 миллиона на площадке, 2,38 миллиона в городе. По данным Минэкономики, на каждого кандидата в водители пришлось 5,6 попытки сдачи экзаменов, хотя 44% из первого раза сдали площадку и 34% город. Сейчас, напомним, каждый экзамен сдается и пересдается отдельно, а в случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком, нагрузка на инспекторов вырастет, общее число пересдающих станет больше, считают в Минэкономике. Как ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права в ведомстве напомнили, что в 2016 году были ужесточены требования к автошколам, в частности, были ужесточены требования к приему экзаменов. На оснащение автодромов автошколы потратили порядка минимум 1 миллиард рублей. Все школы в результате реформы могут столкнуться с недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов. Для государственных школ реформа будет означать превращение ранее использованных средств и затрат на текущее содержание площадок в убытке бюджетной системы. Некоторые упражнения в городских условиях выполнять затруднительно, говорится в заключении, приводится пример 20-метрового КАМАЗа, которому для некоторых упражнений нужна территория длиной не менее 70 метров. Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки, считают в Минэкономике. Сегодня требования к выполнению упражнений на площадке четко регламентированы. Субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена. Если же элементы будут выполняться в едином экзамене под контролем экзаменатора, то это будет способствовать повышению роли субъективного фактора, говорится в заключении. Почему против реформы экзаменов выступили в Минтрансе и Миноборнауке ГИБДД нужно проработать риски в целях их минимизации. Предлагаемые нововведения можно сначала протестировать в рамках эксперимента, сохранив существующее правило. Считают в Минэкономике. Напомним, профессиональное сообщество в оценке реформы разделилось. Принципиальным противником реформы выступает Межрегиональная ассоциация автошкол. Многие из ее замечаний вошли в заключение Минэкономики. Зато инициативу ГИБДД поддерживают Союз автошкол, Москва и Гильдия автошкол. В то же время замечания к проекту до сих пор оставались у Минтранса. Официально Газавтоинспекция позицию по поводу заключения Минэкономики пока не оглашала. По сведениям твердый знак, в МВД неприятно удивились документу. Ведомство планирует в ближайшее время отреагировать на него. Газавтоинспекция, отметим, неоднократно разъясняла, что обязанность обучать водителей на площадках у автошкол остается некорректно говорить о том, что средства вложены зря. С учетом позиций Минэкономики и МВД, по данным твердый знак, планируют составить так называемую таблицу разногласий по поводу реформы и направить ее в правительство. Иван Буранов Продолжение следует...